Первое свидание со скрипкой у 10-летней Алисы Спиридоновой случилось 4 года назад. Один из самых сложных музыкальных инструментов покорил. Он так плавно звучит, он может разные эмоции изображать, как плачет скрипка, как радуется, как сердится. Обучение Азам плавно перетекло в первые успехи, а затем и громкие победы. Сейчас в портфолио одаренной девочки серебро дельфийских игр и гран-при международного музыкального конкурса вдохновения. Также, кстати, называется и ансамбль скрипачей детской школы искусств имени Варламова. Этот камерный коллектив уже гордость учебного заведения, а в особой атмосфере полетное звучание наверняка усилится. Они будут не только бежать, а лететь накрыли, к счастью, в такую обновленную новую школу. Спасибо всем участникам. За все существование школы, это первый капитальный ремонт, практически успели за все за лето сделать. Цена вопроса 26 миллионов. Поменяли полы, все вскрывали, заливали, стены оштукатурены, покрашены. Полностью заменили окна и электрику, осуществили монтаж подвесных потолков, да что там, даже фасад здания установлен вентилируемый. Так что теперь более 700 обучающихся прекрасному в 8 действующих отделениях в холле и неге. В Орламовской школе искусств есть такая чудесная традиция, что детей сюда принимают начиная аж с 3-х летнего возраста. Это так называемая музыкальная развивайка. Они занимаются и рисованием, и поют в хоре, и изучают даже музыкальный английский. Затем переходят уже в подготовительное отделение, а затем в основное звено учебного заведения. Ну и теперь процесс пойдет туда плодотворнее, потому что малышковый класс капитально отремонтировали. Заменили и подальше, и пол, покрасили стены словом, и даже двери новые сложим добро пожаловать. Алиса исполняет свое любимое произведение из оперы «Садко» Римского-Корсакова, песню индийского гостя. И, к слову о гостях, вот они на пороге оценивают преобразования, ставшие возможными благодаря нацпроекту «Культура». Краткий экскурс по этажам и классам. Акцент для учеников приобретены еще и музыкальные инструменты. А поскольку гости не с пустыми руками, а с сертификатом, скоро появится дополнительная функциональная мебель. Мы собираемся продолжить музыкальное образование и надеемся в скором времени вернуться сюда. И разрешите вручить вам подарки и включить состав почетных учащихся детской школы искусств имени Варламова. Спасибо. Татьяна Домоданова, Константин Никитин, репортер 73.